МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Одно весьма примечательное обстоятельство. Человек, страдающий вегетососудистой дистонией, страдает по-настоящему. Ему действительно плохо. Приступы могут быть мучительными, симптомы разнообразными. Однако при всем желании доктора часто ничего не находят. Нет органической природы, говорят. Все органы в норме. Не беспокойтесь, сидите с Богом. Хорошенькое дело. Так стоит ли действительно беспокоиться? Давайте попробуем с этим разобраться. И вопросы сегодня мы адресуем нашему эксперту. В студии программы здоровья Александр Симаков, доктор медицинских наук, профессор. Здравствуйте. Здравствуйте. По поводу вегетососудистой дистонии. На самом деле, этот диагноз врачи ставят достаточно часто. И мне кажется, даже когда есть какие-то сомнения, человек себя чувствует плохо, вроде бы все у него в норме. Это вегетососудистая. А что же это такое на самом деле? На самом деле, это вообще болезнь. И вы уже в своем таком вступительном слове достаточно четко охарактеризовали его состояние. Это отсутствие органического поражения. Но это вовсе не означает, что отсутствие органического поражения, и есть отсутствие болезни. Потому что любой орган у нас в организме иннервируется различными нервами, симпатическими, так называемыми, парасимпатическими. Вот на этом уровне как раз и происходит дисфункция и проявляется вегетососудистая дистония. То есть, например, сердце может не иметь ни рубцов, ни поражения клапанного аппарата, ни утолщения стенок, ни расширения размеров. Но нервы, которые его питают, то есть не питают, а регулируют работу, они могут неверно посылать импульсы и могут быть проявления со стороны сердечно-сосудистой системы. Точно так же нервируются любые абсолютно органы, кишечник и легкие, и печень, и проявляются с абсолютно разных органах организма. Вот в свое время, когда я еще начинал работать, со стороны сердца даже называли кардионевроз такой диагноз. Сейчас немножечко исправили, как бы под международную подогнали классификацию, и этот термин не используется, считается устаревшим, но он очень верный. То есть, невроз сердца, невроз желудка, кишечника, и это все вот из наших старых русских традиций врачебных. Но смысл такой же остается, что иннервация страдает. Ну вот, недаром говорят, что бывает, человек приходит к врачу и говорит, вот болит все, доктор, болит все. И все, что болит, как раз это все и подходит под данный диагноз. Какие все-таки симптомы четкие у вегетососудистой дистонии? Это такое состояние, при котором он очень коварной ситуации, вы понимаете, она скрывает очень многие болезни. И ее, эту болезнь, первично поставить сходу можно лишь как предварительный диагноз. То есть, что это значит? Это значит, что мы должны, как вы говорили в своем вступлении, органику исключить. То есть, мы должны сначала обследовать больного, посмотреть, что у него по исследованиям нет органического поражения. Мы сделали УЗИ, сдали анолисы. Там разные УЗИ, МРТ, ЭКГ. Все зависит от того, какой орган страдает. И все у нас вроде бы работает. И вот тогда только врач должен прийти к пониманию о том, что данные его проявления болезни связаны с нарушением иннервации, то есть вегетососудистой дистонии, вегетососуды. Видите, как взаимошелся? Сосуды с нервами разбалансированы, дисфункция происходит. То есть, просто поставить сходу такой диагноз и на этом поставить точку, это неправильно. Мы так врачей не учим. Мы учим исключить серьезную патологию. Хотя это тоже достаточно распространенное состояние, но, к великому счастью, не смертельное, не инвалидизирующее, лишь субъективно очень плохо воспринимающиеся. Как человек может догадаться о том, что у него вегетососудистая дистония? Что может его беспокоить? Вот, как я уже говорил, смотря какой нарушен орган иннервации, какого органа, например, сердце, то из того же самого органа и будут проявляться жалобы. Это сердце, это могут быть какие-то длительные боли в области сердца, одышка непонятная, утомляемость, плохая работоспособность, частый пульс может быть, иногда и редкий, так называемый брадеформа, а одышка разного происхождения и потливость, плохой сон, вот это все вкупе, может сказать, о вегетососудистой. Но еще раз повторюсь, что это может быть и признаком серьезного заболевания. Надо врач, чтобы обследовал его. Вот, с стороны, например, нервной деятельности у детей, особенно у подростков, это плохая, запоминая, плохая у него функция нервной системы, они плохо ведут себя на уроках, у них повышенная утомляемость, они ничего не запоминают, они плохо учатся, они раздражительны, мнительны, и очень часто родители думают, что это плохое поведение у детей. И их начинают там как-то воспитывать, ругать, а на самом деле это вегетососудистая дистония. И может, например, ребенок не потому, что быть троечником или двоечником, что он такой вот неразвитый, но потому что у него страдает тип нервной деятельности. То есть это и у детей, и у подростков крайне. То есть то, что вы сейчас говорите, означает, что данное заболевание встречается не только у пожилых людей, и у людей в возрасте? Нет, 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 ни в коем случае. С самого юного возраста у детей и подростков, начинается и в зрелом возрасте, и у всех, и у женщин больше в зрелом. Там разные механизмы доминируют. Если у детей наследственности на первом месте, то в переходный возраст, когда ребенок становится взрослым, нейро, так называемые физиологические механизмы, то в более зрелом возрасте это уже гормоны, гормональные. Вот почему женщины страдают вегетососудистой дистонии, у которых есть и беременность, и климакс, роды, более чаще, чем мужчины, и они более так субъективно, более ярко переносят все их симптомы. Они очень очерчены, в отличие от мужчин. Там уже в зрелом возрасте это гормональный фон. Вы еще сказали, что это может быть наследственным заболеванием. Да, да. Но, наверное, не только, да? Вот какие факторы все-таки, так называемые факторы риска, что ли, могут способствовать? Ну, это классический образ жизни. Переутомляемость физическая или умственная, неправильное питание. Они, что называют, это, например, болезни какие-то сопровождаются. Например, пневмонии могут сверить сосудистой дистонии, сопровождаться. То есть помимо кашля и мокроты, вот такая симптоматика. Это как бы наведенные факторы. Вот. Если наследственность, они детерминированы с помощью генов передают, то есть наведенные факторы, которые провоцируют веки сосудистой дистонии. Вот так примерно выглядит ее происхождение этой болезни, ее клиническая картина. То есть она очень-очень многообразна в клиническом плане. Вот ее четко описать какими-то небольшими, конкретными симптомами не получится. Если это, например, нарвация кишечника, там все связано с животом. И перистальтика, и вздутие, и плохая отрыжка, и плохой аппетит, и так далее. С сердцем уже говорили, поэтому. Но сердечная сосудистая самая такая часто встречаемая, и самая субъективно плохо переносимая. Ну, а если опираться на то, что все-таки никакие органы не поражены, то, может быть, как-то и не беспокоиться по этому поводу, и не обращать внимания? Здесь важно не беспокоиться в том плане, что от этой болезни нельзя умереть. Это уже хорошо. Это тоже, конечно, хорошо. Но субъективно, например, боли в сердце длительные, часами могут длиться, они очень плохо переносят у пациентов. Ко мне очень часто приходят на прием женщины, которые рассказывают такую клиническую симптоматику, что они даже не могут ни спать, ни работать, ни нормально выполнять домашнюю какую-то работу. Потому что их беспокоит это. И здесь, конечно, должна быть оказана какая-то людям помощь. Потому что, ну и что, что, допустим, нельзя умереть от этой болезни или стать инвалидом. Но если она не дает нормально человеку жить, работать, учиться. То есть она действительно сильно может осложнить женщину? Конечно. А причем, вы знаете, сами же пациенты же не всегда конкретно понимают, что с ними происходит, и беспокоятся об этом. Это ведь надо пройти большое обследование и получить хорошую, такую грамотную консультацию врача о том, что именно вот так обстоит дело. Это по диагнозу. Но ведь еще и надо так сделать, чтобы эти симптомы ушли у пациента. Понимаете? Ну и что, что это боли, допустим, не за счет инфаркта? Но ведь они есть. Или одышка, она не связана с поражением миокарда. Но она у пациента есть. И она не дает этим людям очень часто просто нормально жить. Не работать, не учиться, не по дому ничего выполнять. Вот лежат они и задыхаются, и пьют этот кроволол бесполезный совершенно. А там есть достаточно четкие и хорошо отрегулированные методы лечения этого состояния. И какие же они? Ну, начинать надо, конечно, с образа жизни. Это однозначно. Особенность это касается детей и подростки. То есть надо очень внимательно своим родителям, своим детям относиться. Что если он раздражителен, мнителен, если он плохо спит, или там плаксив. Не списывать на подростковый возраст? Да, не надо это думать на плохое поведение, на расхлябанность какую-то, и там кричать на него, там сядет, ляжет. Это, может быть, признаки веки сосудистой дистонии. Он может плохо учиться в школе, плохо усваивать материал, потому что он болеет. И начало, это, конечно, это образ жизни. Нормализация сна, нормализация отдыха. Все убрать, что лишнее. В том числе и, между прочим, занятия спора. Иногда так и занимаются дети, практически как большим спортом. И они устают. И они потом себя чувствуют плохо. Это вот основа такая, то, что мы называем правильное питание. Обязательно должно быть достаточное количество времени, что должно проводить на воздухе. А не замыкаться у компьютеров. У них практически у каждого второго ребенка, который сидит часами с компьютерами, играет в разные игры. У них у всех веки сосудистой дистонии, потому что у них все нарушено. И образ жизни, и физическая активность, и кислородная активность. И питаются они быстренько и опять садятся за свои. Это вот должно быть устранено. Дальше, конечно, это касается уже установленного диагноза. Часто надо менять район, то есть выезжать куда-то на отдых. Пусть даже в деревню. Не обязательно куда-нибудь там за границей. То есть смена обстановки должна быть. А если это все не помогает, то мы тогда прибегаем к медицинским мероприятиям. Они различны. Включают в себя различные мероприятия, в том числе и различные медикаменты. Но если возвращаться опять-таки к тезису о том, что все органы не поражены, то явно вы не назначаете никаких хирургических операций, каких-то вмешательств. Нет, нет, нет. То есть вы назначаете какие-то препараты для приема. Ну, мы назначаем образ жизни, мы уже об этом проговорили. Очень большое значение имеет различные виды массажа, лечебной физкультуры, занятия специальных программ, правильного питания. Это касается абсолютно всех категорий людей и детей. Соль должна быть ограничена, жир должен быть, колораж пищи должен быть ограничен. И когда эти методы не помогают, то есть мы как бы ступенчат, относимся, то мы начинаем думать о возможности смягчения или полном устранении симптомов, которые беспокоят нашего пациента. Ну, вы уже сказали, что прием карвалола бесполезен в данном случае. Ну да, там же ведь трава на спирту, поэтому детям-то и вообще, я не думаю, что полезно. Что тогда все-таки вы бы порекомендовали? Еще раз, как бы вот повторился бы, все зависит от того, какая доминирует картина какого органа, нарушенная нервация и его дистония. Но, например, когда касается вот сердечно-сосудистой, мы получили чрезвычайно интересные результаты у себя в клинике, у детей и подростков, в частности, у взрослых, по очень интересному препарату, который разработан и создан в России в научно-производственном комплексе биотики. Он совершенно безопасен, потому что его состав очень простой и в то же время понятен. Ведь для пациента очень важно понять, какие препараты он принимает. Не просто это белая таблетка, а, например, в элтоцине, о котором идет речь, три заменимых аминокислоты. Глицин всем известный. Его, между прочим, биотики начали делать. И самый очищенный глицин у биотиков, там же форма, там L-цистин аминокислота и L-глютаминовая кислота. То есть три заменимых аминокислоты, которые для организма нужны как витамины. Александр Анатольевич, ну мы же привыкли к тому, что у препарата, который должен нам помочь, должно быть обязательно какое-то импортное происхождение, серьезная такая фирма. И знаю, что многие так вот с недоверием относятся к нашему российскому производителю. Насколько это оправдано? Делают историю нашей российской фармакологии, знают много интересных моментов, когда препарат разрабатывался в России, потом чудесным образом исчезал на Западе, получал там свое коммерческое название и возвращался к нам после окончания действия патентного периода совершенно по другим названиям и с другой стоимостью. Поэтому это неверно, и очень важно понять, что элтоцин оригинальный препарат, не копия там... То есть вот здесь уже не идет речь о дженериках, о чем-то еще? Оригинальный, настолько доступный, и он понятен. Потому что глицин знают и дети, и взрослые, и он, главное, помогает. А вот добавили еще цистин и глутаминовую кислоту и получили препарат, который является, ну, это название, может быть, очень сугубо медицинское, антиоксидантное. Ну, можно еще проще назвать метаболический препарат. Он улучшает функцию метаболизма органа, тканей, сердца, сердечной мышцы, прежде всего, головном мозге, в других органах, которые страдают. Поэтому по своему назначению он очень такой разнонаправленный. И по возрастной тематике, и по заболеванию. Мы опубликовали недавно очень большой результат исследования в очень солидном журнале, нашем, российском, который цитируется во многих изданиях. Применяли его у детей и подростков. Старше 11-12 лет. Раньше меньше группы. Мы просто не брали. И получили настолько хорошие результаты от его применения. И они изложены очень подробно в этом солидном научном журнале. По элтоцину у детей, которые как раз плохо учились, плохо вели себя. У них была мнительность, раздоболи в сердце. Тахикардия, то есть частый пульс, одышка. Которые были такие проявления, которые их беспокоили. И курсы были разные. От одного до трех месяцев. Вот этого элтоцина мы получили настолько хорошие. Причем там просто возможности нету данной передачи объективными методами. Очень тонкими, объективными методами исследования сердечно-сосудистой системы. Это электрокардиограмма, это холтер, эхо и так далее. Там много. Большая такая была у нас программа по исследованию. Но это, наверное, на протяжении какого-то длительного времени проводились исследования? Максимума три месяца, если от одного до трех месяцев. Брали две группы пациентов, лечили мы их образом жизни, меняли. Лечили их так называемым физиотерапевтическим, то есть ЛФК, массаж, возможно, ванны, процедуры. И в одну группу мы добавляли элтоцин, а в другой нет. И вот там, где мы добавляли, мы все увидели гораздо интересную, быстро исчезающую симптоматику. Скажите, пожалуйста, вот чем отличается элтоцин от других, в общем-то, известных уже нам классических лекарственных препаратов, которые как раз эффективны при вегетососудистых расстройствах? Чем он все-таки хорош? Вы знаете, если по большому счету говорить, при вегетососудистой дистонии очень мало препаратов, которые эффективны. Я совершенно не приемлю ту ситуацию, когда, например, в рекомендациях они изложены, например, назначают детям антидепрессант или транквилизатор. Ну, это страшное дело. Ну, вот у меня, как у врача, рука не поднимется. И не только, если это касается детей и подростков, да и взрослых сажать, это должны быть очень четкие показания для таких групп пациентов и для таких групп препаратов. Вы видите, снотворные, антидепрессанты, транквилизаторы, они на них привыкают. И у них синдром уходный есть, ушел, у них все обозабавляется. А л-тацин, ну, там нечего привыкать, там аминокислоты, аминокислоты, которые в сбалансированном состоянии находятся, они все по 70 миллиграмм. Такая 220 миллиграмм плюс наполнитель 10 миллиграмм. Все как надо для организма. Это сейчас очень модное направление на Западе применять препараты, которые стимулируют свои собственные процессы. Не заменить там что-то в организме, не заблокировать или постимулировать, а вот добавить туда, чтобы, например, собственный метаболизм организма, сердечные мышцы построился на ту тональность, которая у него должна быть заложена природой. Это очень интересное направление, оно, между прочим, в России только-только начинает зарождаться. Обычные медикаменты у нас другие. Если это касается метаболической терапии, они, там, один вид метаболизма улучшают, например, электролитный, то есть калий, там, магний, натрий. Другой вид нарушает, например, энергетические, так называемые макроэнергические соединения нормализуют. А здесь все по-другому. Он начинает стимулировать то, что у него не совсем пока в достаточном количестве вырабатывается. Необычные направления. То есть будет внутренний ресурс, иными словами. Это же в китайской медицине заложено, понимаете? Они всегда, например, что такое акупунктура? Они стимулируют определенные точки, только они делают с помощью иголок, а здесь с помощью препарата лотоцин. Это его классические такие свойства. Вот он метаболический препарат, лишающий метаболизм, но опосредован. Вы сказали, что можно его принимать и детям, и что это очень даже хорошо. Но я думаю, что родители, в любом случае, опасаются, назначая любой препарат ребенку, опасаются каких-либо побочных явлений. Какие последствия все-таки могут быть? Ну, когда касается детям, у нас в рекомендациях, там, в инструкции, это 12 лет, а 11-12. Не потому, что они там как-то чего-то плохо. Просто мы не исследовали их в более раннем возрасте. Это, видимо, более дальнейшая работа. А побочные свойства лотоцина, только это их, его индивидуальная непереносимость. Вот как все в жизни. Вот бывает, человек тоннами ест один, там, апельсины, а другой от запаха апельсинов, аллергии. Вот только такое свойство. Ничего там токсического не происходит в организме. То есть он естественный. Аминокислоты же естественны для организма. Соответственно, вот его препарат, он естественный для его среды. Поэтому необычные очень свойства и вообще не очень много у нас таких примеров. Глицин сам по себе многим нравится, многим улучшает. Его же много лет употребляют. И дети, типа, вот в состав глицина еще добавили, это же глицин аминокислота, и еще две аминокислоты. В сбалансированном виде. А вот вы сказали, что лотоцина все-таки такое разнонаправленное действие в разные стороны, если я вас правильно поняла. Получается, что он может благотворно влиять не только на заболевания вот вегетососудистые, да? А какое влияние он оказывается на сердце, на другие уровни? У нас, поскольку я врач-кардиолог, меня больше про кодологические проблемы интересовали. У нас есть и у нас, и у меня лично, как у врача, и у моих коллег, есть уже много исследований, где уже органическое поражение происходит. При хронической сердечной недостаточности мы его использовали как комплексная терапия. То есть мы не заменяли там ничего. То, что есть базовая терапия, она определена рекомендациями различными, российскими и заграничными, стандартами. Мы его добавляли плюсом. И вот там, где группа шла с плюсом, с лотоцином, ничего там не меняли, это не так. То у больных было лучше. То есть это уже мы говорим о органической патологии. Органическая сердечная недостаточность – это уже осложнение какой-то достаточно серьезной патологии в сердечной мышце. То есть он уже выходит за рамки вегетососудистой дистонии, но как бы у вас фокус сегодняшней передачи на вегетососудистую, и мы больше про нее говорим, но это не только. Ну, нам же хочется, знаете, какую-то универсальную таблетку от всех болезней. Наверное, все-таки вот так нельзя его тоже рассматривать. Ну, хочется, конечно. Много чего в вашей жизни хочется. Но вы понимаете, вот что мне нравится в появлении, вот в лотоцине в частности, я всегда жду всегда как врач чего-то нового. Потому что если взять нашу вот кардиологическую, например, службу, да, по медикаменту, мы практически по всем основным группам препаратов в кардиологии исчерпали эти возможности. То есть мы максимально получили то, что от этого класса, от этих классов можно получить. Но ведь мы же не вылечиваем окончательно больных. И вот когда появляется что-то новое, такое оригинальное, это абсолютно оригинальное, необычное, то ты всегда возлагаешь большие надежды, что это поможет нашим пациентам. Потому что, ну, это вот поиск всего нового, это и есть наука, это и есть научные исследования. И это правильно. Потому что, ну, всегда ты думаешь, ну, как же вот что-то еще, что-нибудь такое добавить пациенту, чтобы стало лучше. Вот и лотоцин один из выходов. Лотоцин зарегистрирован еще в 2008 году, насколько мне известно, да? Вы уже сказали, что проводились исследования. Ну, а вот на последних каких-то стадиях, последних лет, пострегистрационные исследования, они насколько часто вообще должны проводиться? И должны ли они проводиться по поводу препарата? Ну, такой у вас вопрос сугубо такой узкой. Может, его периодически нужно как-то проверять? Он такой сугубо узконаправленный. Если препарат ведь зарегистрирован соответствующими разрешительными органами, то исследования могут только происходить как бы к инструкции, к добавлению той или иной новой патологии. Ну, например, зарегистрирован при веке сосудистой, а ты получил в течение 10 лет данные, что он при сердечной недостаточности. Или там, допустим, при гипертонии. Вот, например, понимаете, очень интересные результаты у детей, которые спортом занимаются, лотоцин оказывал. Он быстрее и у взрослых восстанавливает физическую активность. Он мне интересный. Сейчас я работу, мы проводим, и читали у наших коллег по метеочувствительности. Это же жуткое дело. Вот когда начинается гипертония, и больной принимает препарат от давления, вдруг на какой-то вид, там, метео, на ветер, он ничего не может у него никак снизить. Вот идет ветер, например, у меня... Ну, вот хоть какие гипотензивные препараты ты принимаешь, они не действуют, и все. И вот мы начали добавлять в дополнение гипотензивным препаратам лотоцин. Он не гипотензивный препарат, он не снижает, он создает какой-то фон. Какой-то фон, на котором препараты, например, от давления начинают как-то по-другому, более правильно и хорошо действуют. Вот вы понимаете, это очень интересно. Это как, например, в пище, как в еде. Вот чуть-чуть добавил какой-нибудь специи или там чего-то, и вкус еды меняется до неузнаваемости. Ну, вот видите, все-таки проверяете, значит, периодически. Хорошо, Александр Анатольевич, а вы проверяете его исключительно на пациентах? Вот вы лично применяли препараты? Мы не проверяем, мы лечим. Лечите ли вы себя лотоцином? Ну, да. Но это, может быть, не совсем корректно говорить, но, во всяком случае, его стоимость такая мизерная, а действие такое необычное, и он безвредный. Понимаете, то почему бы, например, не применить аминокислоты, которые ничего плохого еще не описали ни в одном издании, ни в одной статье. Поэтому, вот поскольку у меня давление, я его пытаюсь сочетать с лотоцином. И вам отдельное спасибо за правильное ударение в слое мизерный. Ну, и все-таки, мне кажется, несмотря на то, что вы уже называли факторы риска, стоит в конце программы нам акцентировать еще раз внимание на профилактике вегетососудистой дистонии. Если диагноз установлен, опять же, я повторюсь, врачом, не сходу и до свидания, идите, у вас вегетососудистую дистонию, ничего у вас нет. Обязательно должна быть программа по обследованию, по исключению того, что вы говорили в начале вашей передачи. Органика. Нельзя поставить вегетососудистую дистонию сразу, и больше ничего с ней не делается. Самые простые методы исследования, КГ, там, и все такое должно быть использовано. А затем это по мере возможности, конечно, выявить причины. Если это зрелый возраст, то там образ жизни плюс смотреть гормоны. Если это там наследственное, то надо еще будить эти гены, понимаете? То есть исключить факторы, которые провоцируют наследственное происхождение. То есть работать с этим можно реально. И мы, например, добиваемся хороших успехов. Ваши пациенты довольны. Такое оптимистичное завершение нашей программы. Слава Богу, что вы не сказали, что это заболевание, которое не лечится, и с которым невозможно справиться. Итак, несмотря на массу неприятных проявлений и симптомов данного заболевания, прогноз вегетососудистой дистонии положительный. А последствия при соблюдении правильного режима дня, чередования бодрствования и отдыха, отказа от пагубных привычек, правильном приеме лекарственных препаратов, вот тогда последствия все-таки минимальные. Спасибо, Александр Анатольевич, за консультацию. Будьте здоровы. До свидания. До свидания. Компания «Биотики» и российская компания-производитель препаратов-метаболитов. Естественно. Оригинально. Научно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин